Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Остин Клеон, художник и автор серии книг для представителей творческих профессий, и из-под пера которого вышли такие произведения, как «Просто продолжай», «Покажи свою работу» и то, что попало к нам сегодня на обзор, книга «Кради как художник», 10 уроков творческого самовыражения. В связи с этим есть ощущение, что нужно прояснить несколько моментов. Во-первых, Новый год уже наступил, с праздником, побольше нам книг хороших и разных в Новом году. Оливье закончилось, а вот игристое в бокале все еще нет. Стало быть, наступает время первого обзора 2021 года в привычном формате «Читай быстро», 10 фактов, 3 задачи и бокал вина из интересной книги. Во-вторых, впервые в этом году и в истории «Читай быстро» мы делаем обзоры на книги для начинающих дизайнеров, и делаем их не сами, а в партнерстве с нашими друзьями из Master Bundles, маркетплейса графических элементов для создания превосходного дизайна. Шрифты, иконки, логотипы, стоковые фото, паттерны, текстуры, бэкграунды и прочие шаблоны. Сила этого проекта в том, что любой дизайнер может начать продавать свои работы уже сегодня, просто залив их на сайт с помощью специальной, достаточно простой даже для меня, формы. При этом площадка рассчитана на западных покупателей, а общаться по добавлению своего продукта вы можете с русскоязычным менеджером. У него же можете получить консультации и любые рекомендации, на какие продукты сейчас, наибольший спрос, как лучше оформить это все дело. В общем, Master Bundles – место, где любой дизайнер может начать зарабатывать уже сегодня. Более детальное описание этого проекта, а также контакты русскоязычного менеджера мы собрали в статью «10 лучших книг для начинающего дизайнера в 2021 году». Там же вы найдете еще несколько полезных книг, кроме той, которую мы сегодня обзираем, и ссылка на статью, как обычно, в описании. Ну и в-третьих, вся книга в паре предложений. Остин обращает наше внимание, что склонность к творчеству, равно как и творческий потенциал, есть абсолютно у каждого. Существует просто ряд приемов, методов и знаний, которые позволят развить этот потенциал как можно лучше. Давайте поскорее в этот рождественский вечер разберемся с 10 фактами из книги, допьем шампанское и узнаем, как дизайнеру зарабатывать в большой деревне. Поехали. Факт первый. Заимствуйте и улучшайте. Ну, собственно, кради как художник, и этим все сказано. Все новое, это хорошо забытое старое, потому что идеи, ну, иногда они рождаются из воздуха, но чаще всего у них есть какой-то референс, и поэтому уже существующие вещи можно преобразовывать, интегрировать в персональное творчество. Вы учитесь, вы узнаете что-то новое, и тем самым коллекционируете новые идеи, записываете все самое интересное, и когда понадобится вдохновение, заметки станут стимулом к действию. Очень часто многие из нас, просто гуляя по городу или совершая какие-нибудь покупки, или там общаясь с людьми, замечают, что к нам в голову приходит идея о улучшении того явления или процесса, участником которого мы стали. Так вот и рождаются, собственно, идеи, их нужно быстро записывать, а еще лучше сразу пытаться реализовать. Второй факт из книги сразу к делу. Боязнь чистого листа, она присуща абсолютно всем представителям творческих профессий, начинать всегда страшно. Чтобы стать великим творцом, Остин рекомендует нам начать с копирования, потому что это и есть творчество в игровой форме. Вы пытаетесь повторить произведение искусства, но не просто копируете под кальку, а вносите свои коррективы, совершенствуете, применяете какие-то свои знания или обстоятельства, в которых вы переносите вот это вот произведение искусства, его копируете. Вы берете всегда пример с достойных работ, потому что тяжело копировать что-то неизвестное, а следовательно, чаще всего это будет уже какая-то достойная работа. И, как говорит нам автор, заимствование у одного какого-то художника или у одного автора — это плагиат, а у многих это творчество. Недаром западные специалисты в сфере всяких креативных технологий очень часто используют в своей работе так называемые референсы, отсылки к уже существующим произведениям как к источнику своего вдохновения. И это актуально не только для дизайнеров, но и для представителей многих творческих профессий. При этом важно делать то, что нравится, потому что Клеон говорит, делайте то, что приносит удовольствие, а не то, в чем вы думаете, что вы хорошо разбираетесь. При этом ориентируйтесь на кумиров, на людей, которые вас по-настоящему вдохновляют, и подумайте, как создать лучшую версию того, что уже сделали ваши кумиры. То есть, как сделать так, чтобы ученик превзошел своего учителя. Метод применим для любых творческих произведений, для картин, для книг, для текстов, для изобретений, для музыки, для чего хотите. Не бойтесь, если что-то получается сразу, ну, не очень хорошо, потому что 10 тысяч часов практики, о которой мы очень часто с вами говорим в разных книгах Гладуэла, или там любых других нонфикшн писателей, это никто не отменял. Другое дело, что если вот вы сразу делаете то, что вам не очень нравится, но думаете, что вы в этом хорошо разбираетесь, или это принесет вам ого-го, какой доход, то тогда, или делаете это по принуждению, то тогда и терпение у вас, скорее всего, на то, чтобы налетать вот эти 10 тысяч часов, и стать профессионалом, не хватит. Поэтому основа это делать то, что нравится, а опыт и практика придут со временем. При этом Остин говорит, что не забывайте про ручной труд. Как бы это странно ни было, компьютеры убивают творчество, и для вдохновения, для вот этой вот божьей искры нужны какие-то осязаемые вещи, потому что, когда вы делаете что-то руками, вы стимулируете мозг к размышлениям. То есть, печатать на компьютере можно уже готовые к публикации материалы, выхолащивать их, делать их превосходными, завершать свои мысли. Но при этом нужно рисовать в альбомах, записывать от руки в блокнотах, книги читать иногда такие, чтобы страницу было приятно переворачивать, и цветные закладки по ходу чтения добавлять. Остин предлагает организовывать рабочее пространство как раз из двух зон, аналоговой и цифровой. В аналоговой зоне вы получаете вдохновение, и вот те самые моменты, на которые стоит обратить внимание, и их нужно дальше развивать, то, что мы называем точкой прекрасного, а в цифровой зоне вы доводите это все до совершенства. При этом всем помните, что очень часто что-то стоящее, то, чем вы можете гордиться, оно становится результатом вашего хобби, и не нужно им пренебрегать. Из увлечения очень часто вырастает не просто потрясающая идея, а по-настоящему жизнеспособная, организованная в какой-то последующий бизнес, и так дальше. Потому что человек в хобби своем, он по-настоящему расслабляется, отводит душу и получает какие-то позитивные эмоции. Если у вас нет возможности отказаться от той профессии, которой вы занимаетесь сегодня, но вы чувствуете, что она больше похожа на нелюбимую вами профессию, то как раз таки занимайтесь сторонними проектами в свободное время и делайте их в формате хобби. По мнению писателя, творческим людям очень полезно иногда ничего не делать, или заниматься вот этим самым хобби, потому что именно в такие моменты приходит озарение. Когда вы разберетесь с тем, что хобби достаточно, вы в нем поднаторели, и оно может перерастать во что-то большее, помните о пути к известности. Или он еще называет ее формулой известности. Суть в том, что, как правило, окружающие вас люди заняты, им нет дела до ваших проблем, и мало создать какое-то хорошее произведение, вам нужно сделать так, чтобы о нем узнали, и желательно получить еще какую-то обратную какую-то связь. С развитием технологий эта задача для вас значительно упростилась, потому что вы можете размещать результаты вашего труда где угодно в интернете, где, ну, так скажем, вас смогут оценить. И важно при этом помнить, что ошибки неизбежны, и неизбежно разные отношения к вам, и разные стили комментариев, и, в общем, даже у нас на канале «Читай быстро» это можно проследить почти под каждым видео. Но, первое, вы должны делиться, потому что пока вы неизвестны, у вас нет никакого сформированного имиджа, и вы не привлекаете внимания. А, следовательно, если вы это делаете не для себя, не в стол, как это раньше говорилось, а для какого-то широкого круга, то это все бессмысленно. Нам с вами повезло, потому что интернет – источник идей, помощник в обучении, и вы можете легко завести блог, обсуждать идеи в социальных сетях. Я от себя могу добавить, что вот именно дизайнеру будет не лишним погрузиться в профессиональное сообщество, завести профили на Behance, Dribbble, комментировать уже работы, выкладывать новые свои, при этом забыть о том месте, где вы сейчас физически находитесь, как о способе наложения на вас каких-то ограничений. Все потому что забудьте о географической привязке. Седьмой факт из книги, потому что интернет стирает границы. Скорее всего, если вы дизайнер, то ваша работа так или иначе будет связана с компьютером, с интернетом. Вы можете здесь общаться, работать с людьми, и при этом они могут находиться на вообще другой, ну, в любой точке планеты, и с одной стороны, это здорово помогает вам сократить расстояние между вами, заказчиком, вами и любым другим партнером до нескольких кликов, но иногда стоит отдыхать от этой самой сети, потому что периоды одиночества, как говорит Остин, они очень важны для творческой личности. Вы переезжаете на какое-то новое место или отправляетесь в путешествие, или выезжаете просто на выходных к воде, и вот такие вот выезды, они могут стать толчком к развитию вас, как профессиональной личности, потому что привычное окружение, оно расслабляет, а для творчества вам нужна встряска. И помните, что счастливым можно быть в любом месте, все потому что мир это большая деревня, и рекомендации Клеона по социальным связям, они очень простые. Вы должны общаться с тем кругом, который делает вас сильнее, интересные, умные, талантливые люди, вы должны заводить новых друзей, вы не должны обращать внимание на хейт и критику, если она не конструктивная, при этом сохранять эмоциональный фон, бодрость духа и отзываться о людях хорошо. Отдельно, наверное, это очень сложный момент, творческим людям, как людям достаточно эмоциональным, с подвижной психикой, тяжело реагировать на негатив в интернете. Но это нужно научиться делать спокойно, потому что ваша работа не может нравиться всем. Обязательно, те, кто захочет осудить, оскорбить, вы занимаетесь делом. Потому что занятому человеку некогда обращать внимание на оскорбления. Ну и вот про мир, большую деревню, это тот факт, что в виртуальном мире условные границы, они стерты, они весьма неплохо используют наши друзья и партнеры этого выпуска, компания Master Bundles. Вы можете создавать свои работы, свой дизайн, разрабатывать шрифты, делать стоковые фотографии, находясь в России, Украине, Беларуси, Казахстане, где угодно, а покупать их будут клиенты из Штатов, Британии, Канады, Австралии. В этом смысле расстояние между вами и потенциальным клиентам действительно сократилось до нескольких кликов. Чтобы быть достаточно успешным, кроме творчества, вам нужна еще и организация. Она заключается в том, что вы должны придерживаться графика. Как мы все с вами знаем, бездеятельность, она уничтожает творчество. И если вы, например, работаете и параллельно совмещаете это с хобби, то у вас должно быть четкое распределение времени на труд и четкое время на творчество. Важно, чтобы на творчество силы оставались после рабочего дня, если вы делаете это вечером. Ну, или переносить хобби в первую половину дня, делать это до рабочего, там, раньше просыпаться и до рабочего дня успевать еще позаниматься каким-то любимым делом и получить заряд бодрости на весь день. При этом Остин предлагает завести календарь, записывать дела и вычеркивать их по мере выполнения. Это позволяет планомерно продвигаться вперед без перегрузки. У меня есть очень много знакомых творческих людей и они все страдают от дедлайнов, сроков, в которые должны сдать ту или иную работу. Все потому, что они очень плохо знакомы с планомерным продвижением вперед и стараются все делать, когда приходит вдохновение в один присест, как правило, это ночь перед сдачей проекта. Ну и откажитесь от всего ненужного. Десятый факт из книги. Неограниченные возможности парализуют и поэтому ограничения позволяют преодолеть творческий кризис. Это интересный тезис в том смысле, что нам всегда кажется, что чем больше у нас будет ресурсов и чем более неограниченными будут наши возможности, тем больше мы достигнем. Это не так, говорит нам автор книги «Кради как художник». Наоборот, говорит, что если у вас будут неограниченные возможности, вы не сможете ничего сделать. Ставьте себе рамки временные и ресурсные, не тратьте энергию попусту и помните, что на творчество вам нужны силы, поэтому высыпайтесь, гуляйте, правильно питайтесь, занимайтесь физическими упражнениями, как это ни странно, это все чуточку связано и поэтому можно сказать, что хороший дизайнер, он всегда немного спортсмен. Такие вот быстрые десять фактов из книги Остина Клеяна «Кради как художник» десять уроков творческого самовыражения, ну и три задачи. Конечно же, если бы эту книгу читал или профессиональный дизайнер, или околопрофессиональный дизайнер, возможно, эти задачи были бы другими, но абсолютно точно они были бы записаны в букнот. Что это такое? Почитайте на сайте буква.info слэш-блог, слэш-букнот способ организации знаний, полученных из книги с разделением их на какие-то факты, которые мы сейчас послушали, и потом задачи, которые вытекают из этих фактов. Я себе, не будучи дизайнером, записал следующие три задачи. Пойти, значит, разобраться с тем, что это такое мастер-бандлс, как там продавать свои работы, как начисляются деньги и как я могу заработать с помощью русскоязычного менеджера там максимально комфортно. Второе. Завести хобби, если его еще нет, и регулярно уделять ему время, если это в хобби связано с творчеством, то так распределить время, чтобы на него всегда оставалось силы и не делать его из-под палки. И третье. Распорядок и график, потому что в новом году пора уже допить шампанское, докушать мандаринку и жить по-новому. Вот такими были быстрые 10 фактов, 3 задачи из книги. Проект читайбыстро буква.инфо это первый выпуск в цикле книг для начинающих дизайнеров. Ссылка на полную подборку, на которой в описании все также находится. Будет еще несколько обзоров таких книг. Подписывайтесь на канал, ставьте там чего-нибудь, колокольчики, пальцы, комментарии обязательно напишите, что думаете по поводу творческих профессий и того, как в себе это все дело культивировать и воспитывать. Захотите читать еще чуточку быстрее, начните с того, что проверьте скорость вашего чтения на сайте буква.инфо слышь rapid. Текст, тест, сертификат. В нем будет указано и с какой скоростью, и с какой осознанностью вы читаете. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, все-все-все про софт-скиллы, немножечко обзоров книг и даже школьные литературы. Это все у нас на блоге. Если добавляете какие-нибудь сайты себе в закладки, то добавьте наш блог буква.инфо slash blog instagram буква.инфо Увидимся через неделю. Новый я, новый вы и какая-нибудь новая книга для дизайнеров. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня. Пока.